В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Истекшие сроки годности продуктов и неверные ценники обнаружили в одном из магазинов поселка Петровское. Годен до 07-02-2020 года. Вот, соответственно, уже прошло сколько у нас? Четыре дня. Воспитанники Островского психоневрологического интерната приняли участие в мероприятии, посвященном 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Тащить взрослого человека, конечно, очень тяжело. И вот лошадки помогали перевозить раненых. В музее-заповеднике Горки-Ленинске открылась необычная экспозиция с необычным названием. У нас действительно есть собрание ломберных столов, столов для карточной игры с 18 века по 19. Жители поселка Петровское обратились к участникам федерального проекта «Народный контроль» с просьбой проверить местный сетевой магазин. Основные жалобы на истекшие сроки годности продуктов и неверные ценники. На проверку отправилась и наша съемочная группа. Срок годности 30 суток. Изготовлено это до 07-02-2020 года. Вот, соответственно, уже прошло сколько у нас, 4 дня. 4 дня назад уже этот продукт был просрочен. Проверить сетевой магазин в поселке Петровское активистов отделения федерального проекта «Народный контроль» попросили местные жители. Они пожаловались на просроченную продукцию и несоответствие ценников реальной стоимости. Покупатели рассказали и про другие уловки магазина. Фокус такой с акционным товаром, допустим, вот видите, домик в деревне, молоко, да, стоит. Оно вот сейчас правильно стоит. Обычно это стоит, допустим, где-то вот здесь, а это вот так вот. И ты видишь цену, берешь молока побольше, потому что акции. Впрочем, далеко не все покупатели недовольны магазином. У нас здесь пока все хорошо. Я не встречала, меня не попадало. Вот это абсолютно точно могу сказать. Здесь работают наши жители, наши женщины. Вслуживание самое деликатное и приятное. Поэтому сюда мы приходим, как всегда приходили в военторг. Как бы то ни было, за 40 минут проверки удалось собрать целую тележку просроченных товаров. Молочная, рыбная и мясная продукция, заморозка, даже детское питание. Сегодня также мы посмотрели в печенях, в конфетах. Там по три месяца заряжавшиеся товары были. Факты подтвердились. С нашей стороны уже, как отдел потребительского рынка, мы напишем письмо в Роспотребный обзор, который занимается данными правовыми этими действиями. То есть они уже выйдут на место. Если факты подтвердиться, соответственно, своим полномочиям будут уже штрафы, предупреждения. Сотрудники магазина жалуются, работать некому. Поэтому, мол, они просто не успевают убирать с пола к просрочку вовремя. Обратитесь. Ваши руководства. Практически с самого открытия магазина. И мы выходим даже на подработки из-за того, что у нас не хватает работников. Директор магазина свою вину отрицать не стала и пообещала впредь тщательно следить за порядком. Все просроченные продукты были списаны и отправились в мусорную корзину для утилизации. Я недавно здесь директором. Старого директора уволили. И меня назначили. Конечно, мы постараемся все это убрать и проверить, и чтобы такого больше не допускать, чтобы на нас больше не жаловались. Потому что дело в том, что поселок маленький, и мы каждым человеком дорожим. И для нас очень важно, чтобы они к нам ходили. Если вы столкнулись с просроченным товаром, обратитесь к руководству магазина. Вам обязаны вернуть деньги или заменить на аналогичный товар с нормальным сроком годности. В случае регулярных нарушений инициировать проверку объекта торговли можно, позвонив на горячую линию Роспотребнадзора. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. 13 февраля на телеканале Видное ТВ состоится прямой эфир с директором многофункционального центра Николаем Бондаренко. В преддверии эфира наш корреспондент посетила самое молодое в Ленинском городском округе отделение центра «Мои документы». Юлия Погосян расскажет об особенностях работы МФЦ в микрорайоне Бутово-парк. Найти работу, да еще и по специальности для Надежды Коноплиной непросто. Девушка передвигается на коляске. Она закончила факультет гражданской юриспруденции. 15 лет отработала помощником нотариуса в частной организации в Москве. Но так получилось, что Надежде пришлось переехать. Ее новым домом стал Ленинский городской округ микрорайон Бутово-парк. Стал вопрос поиска новой работы. И тут ей улыбнулась удача. В конце весны прошлого года здесь открылся дополнительный офис многофункционального центра, где созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Не во всех организациях, далеко не во всех, а тем более там в нотариальных конторах, которые находятся в собственности физического лица, оборудованы пандусы, места общего пользования для людей с ограниченными возможностями. Здесь я себя чувствую, как рыба в воде, именно вот не ощущаю каких-то ограничений, что явилось, ну, если честно, одним из основных, может быть, моментов, когда я думала, что делать. Надежда занимается обработкой принятых документов от заявителей, а их в Бутовском офисе постоянный поток. В день специалисты обслуживают порядка трехсот посетителей. Сегодня здесь работает пять окон, где можно получить абсолютно все услуги, которые предоставляет многофункциональный центр. Офис каждым днем набирает свои обороты. И потребность граждан в этом офисе, она идет колоссальная. Особенно сейчас, когда многие дома сдаются в эксплуатацию. Здесь все-таки новые районы. И не всегда, и не у всех граждан есть возможность добираться, допустим, видное. А этот офис транспортно очень неудобно и доступно. Бывают очереди, но сотрудники МФЦ стараются с этим справляться. При необходимости посетители обслуживают специалисты, которые в зале не работают. Они выходят и провожают граждан в кабинеты, где также могут принять у них документы или выдать готовые. Однако местные жители хотели бы, чтобы в будущем центр расширился. В общем, доволен. Несколько раз приходил. Но бывало такое, что очередь создается. Хотелось бы, конечно, чтобы добавили пару рабочих мест. Явно их не хватает, потому что район большой, расширился. Большинство посетителей – это молодые семьи. Самые популярные услуги – регистрация прав на собственность, пособия, молочная кухня, а также замена паспортов и выдача загранпаспортов. Сотрудники МФЦ делают вывод. Система «Мои документы» работает. Более того, работает качественно. Убрали очереди бесконечные, которые занимали с самого утра. Убрали вот эту какую-то грань, наверное, между госслужащими работниками, потому что народ у нас приветливый, специалисты все добрые. У нас по стандарту это всегда на контроле. Здесь всегда следят за тем, чтобы заявителям было комфортно. Для посетителей с детьми предусмотрен игровой уголок. Для людей с ограниченными возможностями есть пандус. На входе кнопка вызова сотрудника. Для слабослышащих на ресепшене специальное вспомогательное устройство. Работает офис, как и центральный видновский, с 8 утра до 8 вечера. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВиднетВ. В очередной раз в 30 муниципалитетах Московской области прошли рейды «Нетрезвый водитель». В Ленинском городском округе в мероприятии было задействовано три экипажа ГИБДД. Задачей инспекторов было не только выявить водителей, севших за руль в нетрезвом виде, но и разъяснить всем, кого они остановили в этот день, о последствиях нахождения на дороге в алкогольном опьянении. Все, кому жезл сотрудника ГИБДД указал остановиться, отнеслись к небольшой заминке в пути вполне спокойно и с пониманием. За два часа работы было проверено 76 автомобилей. Ни одного нарушителя выявлено не было. В Расторгуевской библиотеке состоялось мероприятие, посвященное 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие получатели социальных услуг Островского психонервологического интерната. Подробнее об интерактивной программе, которую подготовили сотрудники библиотеки, расскажем в нашем сюжете. Вторая мировая война оставила неизгладимый след в истории нашей страны. Мало кто знает, что в то время бок о бок с солдатами гордо и отважно сражались братья наши меньшие. Животные – незаметные герои войны. Именно так называлась познавательная часть программы, которую подготовили сотрудники Расторгуевской библиотеки для воспитанников психонервологического интерната из села Остров. Тащить взрослого человека, конечно, очень тяжело. И вот лошадки помогали перевозить раненых. Лошади также перевозили полевую кухню. Солдат не может воевать, если он голодный. Его надо обязательно кормить. Заведующая библиотекой Татьяна Назарова в своей презентации, основанной на фотоматериалах военного времени, рассказала о том, что лошади, собаки, кошки, голуби, как и люди, совершали подвиги и как настоящие герои спасали тысячи человеческих жизней. Уже давно проводится очень много встреч. У нас общий план составлен с ЦСО «Вера». Я как волонтер хожу туда и провожу беседы, показываю презентации. И вот сейчас мы снимаем ролики про героя. Выставка, опять же, у нас книг в библиотеке очень пользуется большой популярностью, потому что книг очень много. Она так называется, 75 книг о войне и победе. Их действительно 75. После ознакомительной части была проведена небольшая викторина. В слове спряталось слово «Ура». И вы должны будете несколько слов буквально отгадать. Разрушительный ветер. Ураган. Ураган. Умница. Далее для участников мероприятия был организован мастер-класс по изготовлению открытки ко Дню Защитника Отечества. Он очень прост в исполнении и достаточно ярко. А вот, насколько я знаю, этот контингент, с которым мы будем сегодня работать, они любят все, чтобы было ярко, красиво и празднично достаточно. Ну и потому что у нас сегодня мы готовимся заранее к празднику 23 февраля, чтобы порадовать тех мужчин, с которыми они вместе находятся в интернате. Из одного листочка у нас будет шея. Посмотрите, пожалуйста, видно шею? А из второго мы сейчас с вами будем вырезать нос. Вооружившись цветной бумагой, клеем и карандашами, следуя инструкции, девушки смогли смастерить уникальную подделку к празднику своими руками. Мне больше всего понравился сам процесс рисования, то, как мы это все делали. Ну, я старалась. Так как я вообще умею рисовать, и по профессии дизайнер, то все было легко. Наши проживающие с удовольствием выезжают на эти мероприятия, где им рассказывают по заданной тематике определенный материал, и проводятся мастер-классы. Девочки с удовольствием принимают участие и ждут с нетерпением такие мероприятия. Такие тематические встречи для воспитанников психоневрологического интерната проходят регулярно. Это один из основных методов реабилитации. Благодаря ему расширяется кругозор и повышаются способности к адаптации в социуме. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В районном центре культуры и досуга города Видное состоялся фестиваль «Песни, рожденные сердцем». Имея историю в 20 лет, фестиваль не потерял популярности и вновь собрал любителей патриотической песни вместе. «Песни, рожденные сердцем» «Сердце свое роди, сердце ты отдай, роди». 20-й юбилейный фестиваль «Песни, рожденные сердцем» в минувшие выходные прошел в районном центре культуры и досуга. В программе концерта приняли участие 33 артиста, как сольные исполнители, так и коллективы. Номера были разделены по тематическим блокам. Пусть и светом все озаряется, благодатью Русь наполняется. Вокальный коллектив «Околица» закрывал блок «Родина. Моя, песни и Русь». Они принимали участие в крупном районном фестивале впервые. Сам коллектив появился в Доме культуры «Буревестник» два года назад. Песни о Руси, как делится их руководитель Валентина Тарантова, трогают сердце, поэтому девушки любят их исполнять. Мимо сердца, но никак она не может пройти, пока ее через себя не пропустят, чтобы понял зритель. И тогда песня всегда живет, она вызывает эмоции, что у самого артиста, что у зрителей, который на тебя смотрит. Зрителей в зале было много, от детей с родителями до бабушек и дедушек. Они с удовольствием подпевали знакомым песням, чем воодушевляли выступающих. В зале сидело очень много пожилых людей, в зале сидели ветераны, в зале сидели бабушки, которые приходят к нам в Дом культуры на всевозможные мероприятия и праздники. Зал был теплый, зал был добрый, и это приятно. Исполняющая обязанности начальника управления по делам молодежи, культуры и спорта Ольга Амарова отметила, что принять участие в фестивале приехали и гости из Новой Москвы коллектив из Дворца культуры города Московский. Мы очень рады, что вы с нами. Спасибо большое. И я думаю, нам надо продолжать эту традицию, обмениваться нашим замечательным опытом, наших творческих коллективов. Как известно, история фестиваля началась в 2000 году. Тогда с идеей концерта солдатских песен выступила Раиса Девак, директор Дома культуры поселка Мосринген. Ей на юбилейном концерте вручили благодарственное письмо. Спустя 20 лет фестиваль «Песни, рожденные сердцем» не потерял популярности. Здесь собираются люди, которые не только любят свою родину, но и поют о ней песни. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В музей-заповеднике Горки Ленинске открылась необычная экспозиция. Она посвящена истории, быту, развлечениям и жизненному укладу обитателей российских усадеб конца 19-го, начала 20-го века. Названием выставки послужила строчка из стихотворения Владимира Набокова «В усадьбе у себя в раю». Мы одними из первых познакомились с новой экспозицией и поговорили с ее создателями. Приглушенный свет особым образом подчеркивает умиротворенную обстановку. Около 50 экспонатов, а также декорации, отрывки из стихов, фотографии призваны погрузить посетителя в многообразный мир русской усадьбы. Историки, культуровки стали понимать роль этого уникального культурного феномена. И, естественно, люди, которые проживали в русских усадьбах, владели русскими усадьбами, они как-то питались, как-то играли в какие-то игры, занимались какими-то увлечениями. И все это здесь представлено. Создатели выставки попытались донести до зрителей идею, что русская усадьба это особый мир с множеством традиций и реликвий, семейными историями и преданиями. И немалую роль в создании этого мира отводилась вещам, которые окружали жителей усадьбы. Кавайский фарфоровый завод вот на таких сервировочных приборах вот в быту владельцы усадеб обедали, завтракали, или там, когда принимали гостей, но не официальный парадный прием, а вот такой обычный бытовой. В прошлом году мы нашли на сайте одного антикварного музея вот вазу в таком совершенно идеальном состоянии. И чтобы ее приобрести, дирекция выделила деньги, и мы быстро ее приобрели. Идея выставки родилась больше двух лет назад, но процесс создания экспозиции стал настоящим творческим экспериментом, в ходе которого первоначальная концепция, где планировалось рассказать только об азартных играх, перерабатывалась и дополнялась. У нас действительно есть собрание ломберных столов, столов для карточной игры с XVIII века по XIX. И изначально мы действительно хотели рассказать об этом феномене усадебной жизни, игры в карты, потому что многие великие люди, великие деятели русской культуры, писатели, они, так скажем, отдавали дань этой игре. Потом была идея «Историю русского фарфора». И в итоге мы как бы объединили эти две темы, поскольку и игры, и досуг владельцев, и коллекционирование, и фарфора в том числе, все это как бы являлось частью усадебного быта. Необычно в этой выставке и то, что она имеет эпиграф, часть которого послужила названием экспозиции. Это строчки из стихотворения Владимира Набокова, которые он посвятил своему родовому имению. Глаза прикрою и мгновенно, весь легкий, звонкий, весь стою, опять в гостиной незабвенной, в усадьбе, у себя, в раю. «Хотелось подчеркнуть атмосферу, такую приглушенную, домашнюю атмосферу именно усадьбы, то есть вот этой вот среднепоместной усадьбе, в которой размеренно протекали жизнь владельцев». Несмотря на то, что у жителей загородных усадеб было немало различных хозяйственных и финансовых забот, они находили время для коллекционирования и встречи гостей, прогулок и верховой езды, чтения и музыцирования. «Русскую культуру 19-20 века без усадьбы вообще невозможно понять. Огромное количество литературных произведений, картин, музыкальных произведений создавалось в русских усадьбах. А сами усадьбы были очень разные. Были такие замечательные, как наши, хорошо построенные, добротные, сделанные шехтелем, а были обычные, ну, чуть больше рядового крестьянского дома. Не будем забывать, что кроме богатых усадеб основу русской жизни, основу жизни русской провинции составляли именно обычные, простые дома». В планах создателей выставки в соседних помещениях Южного Флиголя сделать своеобразное продолжение экспозиции. Даже уже есть рабочее название «Судьбы усадеб». В ней будет рассказано о том, что стало загородными имениями после октябрьского переворота 1917 года, что навеки утеряно, какие усадьбы превратились в музеи, а какие стали служить трудовому народу в качестве пансионатов, домов отдыха и прочих утилитарных зданий. Ждем продолжения. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.